Шановные коллеги, я не хочу, как мой выступ выглядел крыхло, как лыжка дёгтё в бочку мёда, але я хочу щиро поразмавлять про тое, что было дрэнно, а что было добро. Тому, как ласка, воспринимайте мою оценку, как спробу ситуацию полепшить в будущем. По-перше, я хочу подяковать за тое, что за довер на попередней конференции и обране мне первой наместницей. Я до этой посады не имкнулася, я ей не домогалася, але пайшла на сустрыч пропанове шановного Александра Миленкевича и палечила гэта таким компромиссным решением для переодольвання кризисы в организации. Пачту с того, что статут «Руху за свободу», який зараз кожны читает так, як ему выгодно, не утрымливая обовязков наместников старшине, окрімя першага. Тому, отчуваючую свою отказнасть, мы, трое наместников, падышлі до Юрася пасля обрання и пропановали узять на сябе отказны закерунки згодно с нашим потенциалом, махчымастями и вопытом. Не могу сказать, что Юрася с гэтым не пагадзюся, але юн гэта и не прынял. Махчыма яму падалося, што далегаванне частки паўнамоцтваў наместникам пазбавець его паўнага контролю над організаціей. Худка пасля конферэнція був створаны нешта кшталту, фактична, выканавчий комітет ў складзі пяти-шесті асобаў, якім былі самауправна перададзіны функціў намеснікаў, іх паўнамоцтвы, і гэты выканавчий комітет, які створаны был таксама без узгаднення з радай, був гэта паўнамоцтвы рады, ну як бы пачал своў працы, можна сказаць ў якасті, намеснікаў намеснікаў. Вось з гэты мы працавалі ў руху, і таму я не могу лічыць керавніцтва Йорося Губаревича демократычным. Мне оно падалося аутарэтарным. Мне оно падалося аутарэтарным.